Привет! Меня зовут Дэнди, Данил и Шутин. И этот год был чертовски трудным для меня. Я даже короной переболел, но не это главное. Год назад я создал аргу. Свою аргу. Я собрал состав из крутых типов, которые умеют шпилить дотан. Мы много тренировались, но у нас ничего не вышло. Старт, конечно, получился херовый. Я порастраивался немного, но в итоге я не отчаялся и собрал еще одну команду с крутыми типами. Мы тренировались еще больше, даже на лан съездили, но в итоге у нас опять ничего не получилось. Тогда я решил собрать команду с иностранцами. Было тяжело, но очень-очень весело. Однако мы все продули. И тогда я подумал, что мне нужен крутой тренер, чтобы улучшить подготовку. Вообще я написал только самому крутому, но самый крутой съехал. Отчаялся ли я снова? Выкуси! Я снова собрал команду из крутых типов, но теперь я решил, что мне нужно сделать вещь, которой у нас не было ранее. Крутой буткемп. Я всегда мечтал сделать буткемп в своем родном городе и стать первым, кто замутит буткемп во Львове. И хату я нашел довольно быстро. Я повесил на стену самое важное, прочитал самую главную книгу в истории, накидал макроплан на доске. Ведь я, как вы знаете, в этом бате. Сел за любимый ноут и начал херачить буткемп на опыте. И, конечно же, я не забыл про тимбилдинг. Я сижу, короче. Вот в чем основная фишка того, что никто другие не понимают. На самом деле есть Даня, а у Дани есть еще один орган, который сам по себе работает. Это нога. И вот Даня сидит, вроде все в порядке, а нога начинает тупо исполнять. Жесткие, мутки. Она тут крутит, мутит. Смотри, она сама. Я ее вообще ни при чем, она сама. Ты успокойся, алё, нога. Ну вот такие вот темы. Сейчас и сделай, смотри по красоте как. Всем здорово, ребят. Давно с вами не виделся. Хотел вот с вами пообщаться. Не было давно подкастов у нас. И вот сейчас в таком формате видео хочу вам рассказать, что же происходило за эти два месяца. Так как много информации про нашу команду в интернете везде ходят, а я вам попробую все-таки рассказать, что же происходило на самом деле. За последние два месяца я получил офигенный экспириенс. Никогда еще не играл с ребятами из Южной Америки. Это реально next level-ная тема. Результаты, конечно, это отдельная история, но тем не менее было много всякого веселого крутого экшена. Прошлый год закончился тем, что произошла смена состава, очередная. И для вас, наверное, это выглядит как одно и то же. На самом деле это не одно и то же, ребята. Потому что каждый раз мы пробуем что-то новое на самом деле. Соответственно, выбирая между СНГ и Европой, я рассматривал разные варианты. Были довольно-таки неплохие, плотные, сильные варианты. Были варианты, где я пересаживаюсь на другую позицию. Тоже были очень неплохие. Я был абсолютно готов к этому. То есть мы там общались и с Бивером, и с Найном, и с Резолем, и с кем только, короче, я не общался. Потом мне написал Леброн, говорит, вот посмотри, там есть такие вот ребята из Бразилии. Они сейчас там и там в Харькове живут. Потом мне из Бразилии ребята эти и написали тоже. У нас было два тренера в этом составе. У нас был тренер, который был до этого в составе Митрим и тренер, который был у бразильцев, Астини. В таком составе мы продержались буквально недолго, потому что Даня Митрим решил, что он будет двигаться дальше. Потому что действительно можно понять, что работать с двумя тренерами с нуля это очень сложно, потому что у каждого есть какое-то свое видение и каждый хочет иметь какую-то силу и управление в команде. В январе месяце мы уже начали работать с Астини. Астини был и тренером, и менеджером он выполнял абсолютно всю работу, то есть он в принципе делал и драфты в команде. И вот до конца января мы были вместе, уже даже начали DPC играть. Первую игру мы по-моему сыграли, еще Астини у нас все драфтил, делал. И потом, прямо перед тем, как мы должны были уже собраться во Львове на вудкемпе, Астини решил все-таки не ехать во Львов, а поехать домой. То есть у них там был какой-то свой небольшой конфликт, перегорели немножко ребята. Жалко, что конечно отношения двухгодичной давности у них там не продолжились в этом направлении, хотя они по-моему все еще дружат, у них все классно. В итоге остались мы без тренера по итогу. Было два, стало ноль. Ну, бывает. После того, как ушел Астини, выполнять его работу было по сути некому. То есть он делал очень много подготовительной, драфтовой, тренировочной и прочего-прочего-прочего работы. Мы решили сделать капитаном Дастера, так как все-таки их три бразильца. И в целом я очень устал за последний год от всяких лидерских вещей. То есть я хотел просто играть, сфокусироваться на своей игре. И мне эта идея была прикольная, интересная. Но длительные отношения у нас не получилось выстроить. Все-таки ребята уже, наверное, чуть ли не полгода в Украине. Они очень устали. У нас были не самые лучшие результаты. И после того, как DPC сезон первый закончился, ребята решили уехать. Вот двое из них уехало домой, один в Европу. Я искренне верил в то, что у нас может что-то получиться. И мы действительно прогрессировали, но очень медленно. И вот последние игры, вы сами видели, мы выиграли две игры на турнире Snow. Ребята, можно сказать, уже были на чемоданах, готовы ехать домой. Вот. И мы просто поразносили наших соперников. Вот. Ребята решили уехать. И мы начали думать, что же делать дальше, как продолжать двигаться. У нас был слот закрытой квалификации. И мы с Серегой принялись искать новых игроков. Недолго думая, мы увидели, что в хастлеров какой-то кипиш. Я решил сразу написать ребятам. Вот. Поговорил с Сашей на эфире. И мы сошлись с каким-то общим видением о том, что мы можем что-то вместе построить. Дальше мы начали разглядывать различные варианты на керри, на оффлейнера и так далее. И Саня как бы предложил Ватсона, потому что до этого ребята вместе играли в хастлерах. Ватсон был там на замене. Хотя мы и других тоже ребят рассматривали, но Саня сказал, что Ватсон гений. После этого мы начали думать, кого же нам взять на оффлейн. Списали с Фогосом, поиграли немножко вместе, даже сделали анонс. Но мы быстро поняли, что мы друг другу не подходим и разбежались и принялись искать опять же человека на оффлейн. И тут мы наткнулись на Ярика с никнеймом «Время никуда», который идеально нам подходит, как вы понимаете. Ребят, вы спросите про Серегу Тисей. Да Серега просто лучший. Че тут базарить-то? И вот такая команда собралась. Ребят, я понимаю, что наши результаты со стороны выглядят так, что можно просто покрутить у виска. Мне уже даже мама говорит, ну когда уже это все закончится, наконец-то пикни вот это вот и дает мне вот эту штуку в руки постоянно. Я уже с ней просыпаюсь по утрам. В целом люди не понимают, почему состав за составом приходят, а результаты все те же. Я бы сказал, что наша основная проблема – это то, что мы играем не для того, чтобы выиграть, а для того, чтобы не проиграть. И сейчас мы очень активно над этим пытаемся проводить работу, и это действительно требует времени. Как Ренат говорит, то есть это знаменитое закисало от бейт, ребята. И когда я сотрю реплей, я понимаю, что просто если я нахожусь в здравом уме, такого не может происходить. Тем не менее, очень редко бывают такие ситуации, когда в команде все стакнулось, пять игроков стакнулось, и эта команда выстреливает. Это очень редкие ситуации, и в большинстве случаев такого не происходит, и нужно проводить долгую, длительную работу для того, чтобы вырасти на какой-то определенный уровень. И таких примеров много, где из-за длительных взаимоотношений команды вырастают. То есть, например, там, Ликвид текущий или Викинг, Викинги. Многие меня обвиняют в том, что я чущу радостный и позитивный, но такой уж я человек, ребят. Простите, всегда радуюсь, улыбаюсь всему подряд, и в принципе мало что изменится, и мало что может меня сломать, кроме меня, наверное, самого. Несмотря на то, что я играю на миде уже 80 тысяч лет, и проигрываю любыми матчапами. Поэтому я все равно буду продолжать играть. Мне еще на пятерке предстоит 80 тысяч лет отыграть. Я буду стараться играть с теми людьми, которые готовы со мной идти вперед, и играть для тех людей, кто меня поддерживает. Хотел сказать большущее спасибо Киберзоне со Львова за то, что помогли нам с компьютерами на буткемпе. Компы просто пушка, все огонь. Всем советую, ребята, пойти пошпилить. А также, ребят, хочу поблагодарить HyperX за эти невероятные подгоны. Мы в принципе уже почти как роботы играем. Беспроводные мышки, беспроводные наушники, все. Бесконтактный бой тупо с врагами. Силой мысли их убиваем. HyperX это пушище. А также хотел поблагодарить всех ребят, кто все-таки нас поддерживает, пишет позитивные вещи в сообществе ВКонтакте, в Дискорде, в Твиттерах, в Инстаграмах. Везде-везде-везде, ребята, вы красавчики. В ТикТоке, кстати, между прочим, тоже. Вот. Вам всем большой, один огромный респект. Любовь, сердечко, как говорится, вот такое вот. Видите, какое красивое. Всех вас обнимаю, красавцы. Vamos, vamos, давай, давай. Видишь этого чела? Я тебе могу про такие бродевые истории рассказать. Вообще будет разрыв мозга базарю.